здравствуйте сегодня с вами канал надзен домашний ремонт и канал на youtube мастерком в прошлом видео я разбирал тему как можно восстановить фитинг для пайки на полипропилене и народ отписался особенно много комментариев было на канале надзен и народ предлагал разные варианты нет да нет народ сталкивался с такой проблемой и на самом ю тубе я увидел еще два варианта я в своем варианте предлагал использовать коронку на 18 для этого нужно было ее отцентровать сперва через паяльник а потом уже в это посадочное место сделано паяльником уже вырезать трубу но народ предложил еще два варианта в комментариях человек один предложил использовать переточенное перо он брал на 20 перетачил на 19 мне удалось найти сразу на 19 на 19 идеально подходит фитинг вот муфту я в данном случае использую я его тоже переточил и еще один был второй вариант как говорится даже ну третий уже вариант мой первый будем считать брать использовать сверло не помню уже видео человек использовал по моему двадцатку но я сразу решил взять на 19 нашел сверло и вот видите она идеально подходит что мы сейчас будем делать смотрите я уже тройник запаял но понятное дело для тех очень тоже много кто в комментариях было было бы из-за чего париться из-за какого-то копеечного тройника но во первых ситуации бывают разные нужно срочно закончить работу или еще что-нибудь опять же этот тройник просто для примера потому что у вас может быть фитинг дорогой и тоже человек отписался мы горит иногда делаем но на стойке когда коллектор собран много коронов и один кран нужно заменить не менять же всю эту систему вырезать краны и точно таким же способом менять сегодня видео мы чё посмотрим что лучше использовать что у нас лучше подойдет плюсы и минусы так сказать рассмотрим рассмотрим сверло рассмотрим перо переточенное ну и коронку разберем плюсы и минусы ну я думаю сперва начать со сверла но поскольку сверло я померил то есть если я использовал шуруповерт то сверло я померил хвостовик он мне показал 12 половиной речь не идет ни о каком шуруповерте ну и само сверло довольно массивное поэтому будем использовать дрель и так пробуем сперва исправить сверло давайте раз мы его первым пробуем на тройнике я отметил это будет первый номер вот и просверлил я сверло ну довольно нормально выбрала но тут такой момент вот видите тут режущие кромки если я вырезал прям на руках шуруповертом то когда я поставил вот в рабочий режим сверло да когда на по часовой стрелке крутилась у меня начало вырывать этот фитинг в руках и мне пришлось закрепить его струбциной но даже это не помогло потом я догадался взял и поставил реверс и просто в обратную сторону чтоб вот она не вырезалась вот этими острыми кромками и тогда уже можно как говорится вручную вырезать то есть вот видите вылез тут еще один совет именно не вырезать нужно по ходу потому что ну реально разломает конструкцию то есть в руках удержать невозможно именно в обратную сторону ставите в реверс и вырезайте вот таким вот образом так что вот такие плюсы и минусы ну довольно чисто до посадочное место видите то есть сразу видно что потом можно все это дело будет снова запаять так это первое место на второе место мы берем и пробуем растученное перо я не показываю все эти моменты сверления лучше я потом расскажу ну как говорится и так все это видели что там сверлим да и сверлим видите ну вот я рассказал был такой нюанс то есть да когда берете сверло крутите ставьте на реверс в обратную сторону и тогда сможете расточить это место фитинги в руках так ну вот вторую часть я высверлил шуруповертом переточенным сверлом на 19 что я скажу ребята это оказался самый удачный вариант ему ничего не надо то есть вот как бы показать вот старушка режет изумительно прям вот я не ожидал и сама и сама сверло легенькое то есть его закинул и все вот на 19 берите сразу перетачивать и где-то вот так вот под 45 я кромки заточил вот срезал болгаркой тут же болгаркой заточил вообще отлично не ожидал не ожидал да попробовал сверлом тяжело во-первых оно только идет с дрелью потому что хвостовик даже шуруповерт не зайдет а здесь шуруповертом это место вырезал и все ну и повторю для тех кто не видел как я делал все это первый раз как делаем делаем коронкой тоже на шуруповерте короночка на 18 первый раз я вырезал и говорится попалась у меня эта вещь что здесь делается да коронка просто так не сядет она соскользнет надо сделать вот ровненько надо утопить сделать на паяльнике самом посадочное место вот мы управляем и вот у нас появилось посадочное место куда уже сядет коронка вот мы разобрали вот это я сделал коронкой подчищать надо помните я использовал сверло большой хвостовик 12 половиной миллиметра просверлить так не удалось удержать в руках потом я догадался сверлить то есть реверс поставил и в обратную сторону прошел нормально прошел второе я взял перо переточенное на 19 сверло тоже на 19 и вообще легко без усилий просто вот как маргарин вырезала это перо и все это самое первое место я вот этому отдаю по легкости исполнения как говорится этой возможности коронкой но как говорится можно если так разобрать по качеству все таки первое место занимает сверло а второе место наверное сверло и коронка то что по удобству коронка она легкая удобная но для этого как говорится я ее брал с набора это не будет же набор таскать или ради этого так что если занимаетесь пайкой такая неприятность случается что нужно иногда исправить вот самый лучший вариант вот я брал его за 65 рублей берите вот такое перо перетачивать и пользуйтесь сверло кстати за 315 взял коронки уже не помню в наборе сколько брал такой вот обзорчик ребята на этом все до свидания